Я не буду отвечать. Когда я лежал и корчился от боли. Я такой, не, я так не могу, надо что-то свое делать. Если я вдохновляю, то не обязательно же на меня быть похожим. Блин, ты мог лучше, чувак, зачем ты упал? Кто лучше делает, то ты не вор. Пауэртор. Действуй сейчас или никогда. Всем привет, друзья, с вами Скиты, и вы смотрите YouTube-канал ПК ФРТВ. Еще задолго до того, как формат интервью стал дико востребован и популярен, я, будучи молодым и голодным до информации трейсером, стремился пообщаться с топовыми атлетами и сразу же рассказать все, что я от них узнаю, таким же, как я, молодым и голодным прыгунам со всего СНГ. Такими темпами я отснял более 40 выпусков интервью, а главными героями становились такие атлеты, как Эрик Мухаммедшин, Паша Питкун, Леша Попов и многие другие. Кто-то из них прямо сейчас имеет мировую известность, а кто-то со временем завершил свою карьеру. И я со временем стал считать эту миссию только еще более важной от всего, что происходит в индустрии. Плейлист с полными выпусками я прикреплю сверху, а если вам интересен, в принципе, паркур и фреранту, я обязательно рекомендую ознакомиться с данной энциклопедией. И сегодня я хотел бы поделиться с вами своим личным топом ответов от атлетов, с кем мне приходилось встретиться и пообщаться как о личном, так и о всяком происходящем в нашей с вами индустрии. Данные ответы в одно время произвели на меня большое впечатление, именно поэтому я бы и хотел ими с вами поделиться, тем более, что на нашем с вами YouTube-канале появилось очень много новой аудитории, и я думаю, что было бы очень полезно ознакомиться с данными ответами тем, кто только начинает свой путь. Поэтому, если вы готовы, давайте начинать. Первый вопрос спрашивает Егор Черных, сколько времени ушло, уходит на создание своего стиля? Я не знаю, я никогда не думал об этом, просто тренировался, смотрел видосы, хотел повторить. Потом надоело повторять и все. Ну, точнее, как надоело повторять, просто пацаны стали очень круто бомбить, я такой, не, я так не могу, надо что-то свое делать. Хватит, а не терпеть. Да, а то все там, двухи, трехи, я такой, не, я так не умею, надо что-то свое. Начал делать что-то свое, все-таки, о, нормально тоже, Катя. Следующий вопрос спрашивает Даня Чернышов, что помимо прыжков тебя вдохновляет? Очень сильно вдохновляет меня музыка, практически 90-95%. Мы же, когда слушаем музыку, каждый что-то представляет. Вот, я представляю себе прыжки, многие идеи приходят, когда я слушаю музыку, и от того, какую я музыку слушаю перетренировкой, зависит также то, что я буду прыгать. Вот. Музыка вдохновляет, еще вдохновляет общение с людьми, как со старыми знакомыми, так и с новыми, со всеми. Люблю с всеми общаться, все мы разные, и от каждого можно что-то интересное узнать, позаимствовать, обменяться опытом. Люди тоже вдохновляют, ну, особенно те, кто прыгают. Первый вопрос у нас задает Айдар Айдаров. Самый страшный фейл, который с тобой произошел, и его последствия. Было это очень давно, я был маленький, но к тому времени я уже занимался паркуром, фрираном, хотя тогда все это так не называлось, наверное. Играя в пятнашки, или как вы его здесь называете, эту игру не знаю, где один ловит одного, другой ловит другого, и так набирается, и пока не остается последним. Вся толпа бегает за последним. Ну, я как всегда был последним, не сдавался. В общем, сделал ландербар, ударился спиной, и в этот момент на меня наехала машина, когда я лежал и корчился от боли, от удара спины. Машина наехала на ногу, порвала мне вены, я потерял пол-литра крови, лежал дома 3 или 4 месяца, вот. Но врачи мне сказали, что я счастливчик, родился в рубашке, потому что я не сломал ногу, хотя машина стояла минуту на ноге и не сломала ногу, вот. Ну, я, в общем, счастливчик, потому что это был неоткрытый перелом. Не знаю, как. Счастливчик нет, попав в такую ситуацию, но в любом случае. Когда мне сняли швы, у меня там еще болячка оставалась, буквально дня 4 прошло, может быть. Я сделал шаг с двух лестниц назад, играя там со своим другом, вот. Я сделал шаг с двух лестниц назад и сломал ту же самую ногу. В итоге, в общей сложности, я пробыл дома 7 месяцев, ну, как сказать, пробыл дома. Я выходил на улицу и прокачал свою другую ногу, но да. В общем, это было сумасшедствие, я с ума сходил, в машинке играл, полная отстойка. Вот это мой самый жесткий фейл. Савва и Гумна спрашивают, какой самый страшный для тебя элемент? И какой бы элемент ты хотел научиться больше всего? Наверное, самый страшный элемент тот, который я не хочу делать. Как бы вам объяснить это попроще? Вот представляете, вы стоите и все начинают делать корк задний, а вы боитесь делать этот элемент. И все говорят, сделай корк задний. И ты как бы сделаешь, вроде даже, корк под влиянием толпы, но ты процентов 50 на 50 упадешь. А когда ты сам захотел это сделать, именно у тебя внутри появился огонь. Я хочу корк задний, а ты сделаешь, у тебя страха вообще не будет. Самое главное от тебя. Какой там второй вопрос? И какой элемент я хотел бы научиться? Никакой. Я не хочу учиться какой-то маленький элемент. Может быть, там, иногда вижу, как, например, какой-нибудь атлет синий, он делает там back-to-back симптом. Я вижу, ну, может, да, Леха. Привет. Вот, и он делает отмах этот симптом. И если он меня зацепит где-то, и я смогу с ним что-то придумать, движение какое-то, то я буду его делать, я буду его желать. А пока он так отдельно от руки, мне не охота. Александр Сычёв спрашивает. Почему раньше думали, что косишь под пяткуна? И почему именно такой стиль себе выбрал? Сейчас будет очень длинная история про то, как так получилось. В общем, я тренировался, тренировался, и приехал к нам в Бийск. Один парень, он трикер. Артём Курбатов. Привет. Я начал заниматься трикингом, я целый год пулял трик, только трикинг. Так, открыл для себя элемент, два винта в корк, типа дабванс, по-моему, называется. В общем, я его делал, 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 застабилил. Приезжаю в Новосибирск, пошли в зал тренить. У меня был немножко ушатанный галик. И я начал, короче, вот этот дабванс долбить, 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 долбить. Потому что я, типа, прихожу с двух винтов и оп, не могу, почему-то не проносится. Из-за галика больно. В общем, я ещё сильнее ушатал галик. Очень много ходили по Новосибирску. И на следующий день были соревнования. Короче, я думал, что всё. По трикингу? Соревнования были, да, по трикингу и по фрирану. Я отказался от трикинга, короче, прям вот в этот же день я сказал, что всё, нет. Никаких корков, никакой фигни, короче, всё, хватит с меня. Там был Алексей Павлюченко, Alex Pro. Он начал наваливать по стилю, и я с ним немножко потренивал. Вот такой, типа, блин, вообще лайтовая тема. Мне прям понравилось, я такой, всё. А родители у меня переехали из города в деревню. И, в общем, я приехал домой, и не с кем было тренироваться, вообще не с кем. И у меня было такое бревно. Я такой, ну что делать, не долбить же здесь двойные и тройные винты. Я буду, типа, кататься по нему круто. Посмотрел видосы Олега Ворслова, посмотрел Шейда Пашу. И всё, вышел на улицу, короче, два месяца я вот так вот херачил. Потом приехал в город, и мне пацаны говорят, чувак, у тебя стиль, как у Паши. Я такой, что, сняли на видос, короче. И я такой, о, в натуре. И всё. Ну и как бы начал отразвивать тему. Кто-то говорит, что я ужасный человек, и меня это только заводит. Следующий вопрос спрашивает Саня Никулин. Как ты относишься к трейсерам, которые ниже тебя по уровню? У меня на самом деле без разницы, с кем тренироваться. Главное, чтобы это были хорошие люди. То есть не обязательно, чтобы он умел там нереальные безбашенные трюки. Нет, это, конечно, хорошо, если есть чему поучиться у него там. Но я тренируюсь в основном. В основном. Нет, есть, конечно, реальные ребята, с которыми я тренируюсь, они крутые. Но в основном я тренируюсь с ребятами, которые ниже меня уровня. Но я с ними, не знаю, мне нравится с ними тренироваться. Спрашивает Александр Умняшкин. В чём смысл паркура? В чём смысл паркура? Наверное, смысл Давид Бельта вкладывал какой-то во всё это дело. Но сохранился ли этот смысл, я вот не знаю. Да каждый видит какой-то свой смысл в паркуре. Собственно, поэтому и занимается паркуром. Конкретно мой смысл в паркуре? Ну, давай твой. Как сказать, как одного из ветеранов этого дела. Наверное, когда долго задумываешься над чем-то, то, скорее всего, ты уже соврёшь. Поэтому давай я не буду отвечать. Хорошо. Андрей к Грому спрашивает. Легко ли тебе давались тренировки? Какие прикольные моменты запомнились больше всего? Все тренировки, не поверите, наверное, все свои тренировки помню. Все они были прикольные чем-то, потому что, когда ты что-то учишься, это эмоции. Когда ты падаешь, это эмоции какие-никакие. Когда ты идёшь на тренировку, это эмоции. Всё это время, все эти 100 лет, сколько я тренируюсь, все помню прекрасно. Всё, что было для меня, всё прикольно. Лена Лазовская спрашивает, почему ты такой воришка? Для особо одарённых, для девушек по поводу. Кто ещё воришка? Кто как бы передний банш придумал там с места. Кто лучше делает, тот и не вор, получается. Яшка Крисцов спрашивает, как ты потерял свой палец? Очень частый вопрос. В общем, хотел начать приседать со штангой, качать ноги, но я был вообще вот такой дрищ. И повесил себе, по-моему, 80 или 70 килограмм. Присел со штангой и не смог, в общем, встать с нею. Начал её перекидывать через себя. Впереди был такой столик. Вот, блин, и прошли тут. Я вытянул руку, штанга упала и вот так упала мне на палец. Радик Мухаммед Валеев спрашивает, как ты создал Ави? Радик, мне я создал Ави. Мы создали Ави. Я, Гера и, ну, Люфт, я не знаю, можно ли его считать за человека, но... Да, это животное тоже участвовало при создании команды. Но мы вообще с Димоном придумали название, а Гера его одобрил, и всё, мы создали команду. Из чёмных человек. Почему Ави? Мы думали, короче, как придумать оригинальное название. Сначала придумать аббревиатуру, а потом под неё поставить, какими-то словами. У нас ничего умного в голову не приходило. Почему не МП-3? Мы думали МП-3. О, какие вот слова под МП поставили, там, не знаю, мудак профессионал. МП-3. МП-3. У нас хороший строй был. И почему не одобрит нос? Следующий вопрос спрашивает Паша Тимофеев, как ты мутишь свои фишки? Жёстко. Я такой прихожу на спот, смотрю, опа, классно. Чё я могу здесь сделать? Пробую, сажусь, например, вот так, и думаю, чё я могу этой ногой сделать? Например, махнуть туда или махнуть туда? Я чувствую, короче, если я могу сделать, то я пробую и всё. Обычно не умираю. Макс Аманов спрашивает, почему ты никогда не выступаешь на соревнованиях? Один раз я участвовал в Волгограде, это мне хватило. Всё, я больше не люблю. Я первый, совершенно. Нет, серьёзно, я не люблю, меня боятся сцены, я не знаю почему. Я когда участвовал, я, получается, все трюки уже обдумал в голове, начинаю делать, всё забыл. Просто всё забыл. Александр Лапин спрашивает, как относишься к тому, что многие молодые атлеты, увидев твои видео, пытаются подражать тебе? Хер знаю, как ответить на этот вопрос. Я в Челябе вот был, видел чувачка, прям вот реально, прям, знаешь, просто всё по твоей технике. И так же в Майке Бизнесе, в чёмах, в чёмах, в чёмах. Вот серьёзно, есть такие чуваки, да? Нет, я тоже таких видео, кстати, не знаю. Да мне такие пишут, тоже иногда, думаю, блин, чё тут. У тебя в каждом городе почти есть, вы двойник. Типа, в чём соль, поставишь ли ты им лайк под видос? Надо было его в армию лучше отправить двойника. С одной стороны, как бы хорошо, что они пытаются похожими быть на меня. Наверное, я вдохновляю, значит. Если я её вдохновляю, то не обязательно уже на меня быть похожим. Просто можно так же тренить, как бы не косить под кого-то. Именно полностью уж так. Ефим Иванов спрашивает, что пожелаешь начинающим? Пожелаю разминаться перед тренировками тщательно вообще. Начинал я с того, что не разминался. В дальнейшем колени болели, потом вообще сустав. Мне казалось, что вообще фигня, как бы не надо разминаться. Просто сразу же хотелось прыгать. Тогда ещё как бы не было травм, ничего, и было наплевать вообще. Но со временем как бы это сказалось уже, что надо было бы разминаться. Сергей Юдин спрашивает, когда и почему ты стал заниматься фрираном? Если про то, сколько лет я занимаюсь, я ещё помню. Тут вообще без вариантов. Просто модная была такая хуйня у нас. Все смотрели видосы, прыгали сальто в снег, в заборах. Я, в общем-то, тоже отличился. Слушай, а это ваш видос, короче? Пацаны, вообще ребята? Да. Ну вот расскажи чувакам, как этот видос вообще, откуда? Короче, тренировались мы как-то один раз на улице с сальтом прыгали, все дела. Как-то так вышло, что мы увидели восхищенные взгляды тех ребят с видео. Ну и появилась идея, типа, подойти снять, интервью у них взять. Ну мы подходим просто, короче, говорим, ну дадите интервью нам. Они такие, блядь, без проблем. Ну и всё, и как бы мы сняли этот видос, а выложили мы его все, наверное, года через два только. Вопрос спрашивает Иван Малышев, почему нет адекватных клипов? Зачем нам поддаваться? Такой же концепции, как все снимают. Клип как начинается? Титры, я еб***ю как отец. Титры, всё, 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 больше ничего нет. А у нас другие ситуации, мы показываем свою душу, какие мы есть. Всё, это наша жизнь, мы показываем жизнь свою, а не как мы там, еб***ь, поганя, отдельный асфальт. Понимаете? Коммерция, опять коммерция попахивает. Да, реально клипы это состояние на душе, что на душе такие видосы. Я могу снять клип на телефон, 0,3 мегапикселя на Sony Ericsson, если мне нравится что-то. Нам всё, мы не гонимся, понимаешь, за известность. Лентин Тарана спрашивает, мешканец, откуда столько выносливости? Ты следишь за дыханием во время длинных трасс, и как правильно это делать? Ну я не курю, вообще, даже кальян не курю. Один раз, правда, было, когда я хотел колечки поправить, больше этого не делал. Вейп не пробовал? Не, вообще ничего не пробовал. Сколько мне уговорить не получается. Пью, ну тоже вообще не пью, хотя не знаю, как это влияет. Бывает, бегаю по утрам. Где-нибудь перед соревнованием за 5 дней побегаю по утрам, и всё, ништяк. И раньше я тренировался на износ. Допустим, приходишь, тренируешься, потом делаешь типа кроссфит акробатский, и в конце кроссфита ещё два винта наваливаешь прям постоянно, пока не сдохнешь. И после этого ещё наваливаешь. И там уже появляется... Да, автоматизм. Да, там техника такая появляется прикольная. Она не прям красивая, но она даёт тебе шанс встать в каком-то состоянии не было. В принципе, да. Просто, наверное, за счёт этих тренировок. Богдан Стаховский спрашивает, почему перестал выпускать видосы и куда пропал? Да я не пропал. Я всё здесь, я всё с вами. Я занимаюсь просто параллельно многими делами, как я уже сказал. Я не хочу выпускать те видосы, которые вы уже видели. Те фишки, которые вы уже видели в тех же самых местах, которые вы уже сто раз видели. Ну, что-то как-то не кайф. Я выпускал видосы всегда какие-то значимые, какие-то мощные. По крайней мере, старался это делать. В которых есть и посыл, и что-то новое. Сейчас просто такое поколение молодых ребят, скажем так, которые делают такие фишки, которые мне даже не снились раньше. То есть я даже представить себе не мог, что сейчас делают ребята. Посмотрите видосы. Я не знаю, там того же Борчука. Посмотрите видосы. Паша Иванова. Да, я видел это вообще какой-то кошмар. Чё эти мелкие творят, я вообще не понимаю. Сколько Борчуку лет? Пошёл на... Вот, короче. Можешь там запикать потом. Как будто я ругался матом. Я поделал для вас кучу годного контента. Тогда, когда никто не делал там манки гейнеры, там и задние нормальные супоры, там и так далее. Вот я это поделал. Вот я вам показал то, что это нормально, то, что это можно делать, то, что всё возможно. Вот. Сейчас все малые делают задние супоры с винтом. Круг делает с двумя винтами, как бы. Куда мне лезть-то, ребят? Чё, зачем мне нужно снимать видосы? Смотрите крутых чуваков, вот. Мне нужно заново тренироваться, начать нормально, чтобы снимать крутые видосы. Вот Альфред тебя выделил, как бы видос ты сделал. Как первого открывателя креатива своеобразного хардова. Ну, это получилось вообще очень странно. Я был в армии, такой сижу, на меня чё-то прапор орёт. Шлёп, смс там приходит. Я такой смотрю, Альфред пишет. Привет, чувак, там, мне, короче, нравится, как ты там делаешь, всё. Я такой, кто ты? Ну, я не знал, кто такая Шерцкода, он тогда мне был известен ещё. Я посмотрел в Инстаграме, чё за чувак такой. О, нормальные фишечки делает. Ну, я с ним заобщался, скинул мой видос. Он говорит, блин, я все твои видосы видел, но я не знал, что это один и тот же человек. Я такой, ну, вот такие дела. Он говорит, а это ты придумал, а это ты придумал. И я думаю, как получатся вообще элементы. Мне кажется, кто-то уже делал это, но я не видел лично. И просто я сделал своё, мне что-то понравилось. Может, кто-то до меня придумал, но в конечном итоге я ему говорю, это я тогда сделал, это тогда сделал, тогда сделал. И он смонтировал мне видос. Я был в шоке, на самом деле. Я с Армейки приезжаю, такой он, хоп, скидывает мне видосик. Я такой, о, прикольно, короче. Да, приятно. А потом я узнаю, что этот чувак уже на Рэдбуле выступает, что он сейчас там один из самых креативных людей в мире просто. Следующий вопрос спрашивает, Дильбек Купабаев, как ты решил сделать Палмброс двумя винтами на песочек? Пошагово рассказываю. Мы приехали в Ярославль, договорились с Эриком, вот с этим, короче, что типа будем, в итоге мы нашли место, вот как раз тот гаражик, короче, с песочком. Эти стоят, короче, вдвоем с Эриком, спорят, пи***ь, кто первый сделает винт задняя, стоят, пи***ь, пи***ь, спорят. Меня это начало бесить, я просто молча встаю на карниз, говорю, снимайте. Просто ничего, винт задняя, короче, они такие, пи***ь, теперь нам придется тоже делать. Все друг от друга, так скажем, пропитались энергетикой. Меня так понесло, короче, я решил, что надо пробовать. Причем место было настолько идеально для меня, короче, что я решил просто взять и попробовать. Собственно, я разъебался, но ничего, я попробовал. Аня Хатин спрашивает, что тебя вдохновляет и каким образом настолько заточил 360 Акураси? Мало что вдохновляет, в основном ребята, которые двигаются клево, хоть и делают не самые такие сильные вещи, там, не тройные, не винты в винты, а именно движением они меня как-то вдохновляют. А 360 никак, просто делал практику, больше практики. Евгений Ховрачев спрашивает, как стать таким же плавным? У меня была одна локация, на которой я тренировался 3 или 4 года даже. Я в основном я там вырабатывал все, отрабатывал движение, плавно летал по перилочкам. В любую погоду просто выходил, да и прыгал. Я вообще обратил внимание, что у тебя в ряду, не знаю, с 99% метрейсеров, которые прыгают, не знаю, на песочке, с гаража, еще чего-то, ты все время на перилках зависаешь. На самом деле я тоже, как и все, начинал с песка. Колесо вкопанное в песок, гора и просто двойные сальто. Был один день, когда я пришел, вообще я боялся вот этих двух, но в один день я попробовал сразу это и заднее, и рапку, и переднее. А потом увидел Рината, Родилану, знаешь, и вообще он меня вдохновил, капец. Он так двигается, просто. Следующий вопрос спрашивает Адильбек Мейрамов, почему решил перейти на стиль, а не на двух? Двухи сложно и страшно, на самом деле. Ну, опять же, мы в Ярике прыгали, там, манкосы и всякие такие вещи, типа паркур тренировали. Жил бы я в Питере, мы бы с Яриком там, я думаю, накрутили бы вообще. Девять, вот так. И на самом деле, если честно сказать, в плане, я посмотрел на бибоев, допустим, на пауэр-мув, и на чуваков, которые могут все и по чуть-чуть. И у них такой своеобразный стиль есть. И вот одним пауэр-мувом, типа, не вынесешь, не выиграешь, грубо говоря, саревы, если ты не разносторонний, как, допустим, этот чувак, который может сделать и пауэр-мув, и где-нибудь фрезануть, и где-то еще сделать, типа... Да, да. Старался, скорее всего, да, стильненько, мягенько все делать, чтобы это прикольно смотрелось, самое главное, чтобы мне это нравилось. Коша Хеленти спрашивает, как придумываешь новые фишки? Смотрел очень много видосов, не обязательно паркуры, также брейкинг, можешь смотреть танцы любые, там, балет, все такое. Например, видишь, какую-то фишку тебе понравилась, понимаешь, что... ну, как я это делал, понимаешь, что сложная фишка, надо под себя подбить, полегче сделать. Либо наоборот, видишь, какая-нибудь, видишь, легкое что-то, только надо, да, улучшить. Как-то у меня так голова работает, что я все время пытаюсь что-то найти, что-то придумать. И очень хорошо себя ограничивать, допустим, мы тренили, у нас была одна перилка, блин, и одно колесо. И когда ты можешь дофига чего сделать на одном колесе, соответственно, когда ты куда-то приезжаешь, где дохера колес ты сделаешь дофига чего, правильно? Когда, если будет перилка и колесо рядом, то ты вообще бог, там, и на перилке, и на колесе. А когда у пацанов залы офигенные, вот это все, они просто ленивые становятся, они такие, а, тут конь стоит, ну ладно, тут, а, все, яма, блин, яма что-то там, плохая у нас яма, у нас не было ямы, как бы был песок. Как бы яма тебе ошибки прощает, а как бы асфальт особо не прощает, как бы там, если ошибился, то все, лежи, отдыхай. Попробовал эрил в группировке, куда еще можно, с турника можно его сделать, от стенки можно его сделать, ну и просто везде пробовал. Сделал корт, ну и корт там оттуда, отсюда. Добавил там руку, ногу, что такое. Александр Копчук спрашивает, ставите ли вы невыполнимые задачи при тренировке, достигаете ли вы их, какие границы существуют сейчас, и являются ли они препятствиями в дальнейшем? Вопрос реально очень крутой. Хочу сказать ранее, да, действительно, мы ставили очень тяжелые цели, особенно, когда снимали серьезные видосы, когда писали целый список перед тем, как пойти на тренировку, что мы должны, обязаны сделать. Вот, если мы не смогли выполнить этот элемент на тренировке, мы его откладываем на следующую тренировку. Сейчас немножко все изменилось, и у нас в приоритетах наше здоровье, так как мы уже достаточно пенсионеры. Гордюба спрашивает, твое мнение, мешает ли отношение тренировка? Мешает ли отношение работе? Мешает ли отношение учебе? Мешает ли отношение жизни? Нет, не мешают. Знаю просто, есть случаи, когда ребята просто влюбляются и бросают прыгать. В этом, ну, нет ничего плохого. Иногда, ну, просто жалко, что, допустим, потенциал теряется у ребят, и они сами потом зачастую через несколько лет жалеют. Вот, блин, был дурак, мы с ней расстались, а я из-за нее прыгать бросил. Я очень много таких ребят встречал. Всего в меру. Если у вас понимающая девушка, адекватная, она не будет ставить вам ультиматум, либо я, либо прыжки. Отношения не должны мешать прыжкам ни в коем случае. И, на мой взгляд, адекватные отношения не будут им мешать. Сергей Поваров, тяжело ли было учить винты в обе стороны? На самом деле, это меня вообще бесит. То, что у меня винты в обе стороны, это вообще не классно. Со скута я прыгаю влево, корки я делаю влево, с рандат я прыгаю вправо, винт задний я делаю вправо. Ну, правда, корк задний влево еще умею. Но это не важно. Но, на самом деле, это намного больше времени занимает, чем у людей, которые, допустим, делают винты все в одну сторону. Да, это дрочно. Очень. Денис Насеткин спрашивает, как относишься к тем, кто прыгает хуже тебя? Важно, кто ты есть. Но пофиг, как ты прыгаешь, и сколько у тебя денег, или что-то типа того, понимаете? Все люди разные, не нужно составлять себе каких-то кумиров, я не знаю. Не нужно делать из людей каких-то особенных разных левелов, строить из них. Не знаю, как бы все люди одинаковые, люди есть люди. Иван Скоков спрашивает, что тебя заставило сделать двух из заднего на плоскости с места? Меня никто не заставлял. Я сам решился на это. Я просто хотел сделать что-то такое, можно сказать, невозможное. Ну, правда, возможно, но для меня это было невозможно, поэтому я решил показать себе, что я могу это сделать. Акадий Высоцкий спрашивает, почему не бросил любимое дело после серьезной травмы? Я настолько люблю сильно это дело, что не могу бросить из-за какой-то травмы. Я сломал себе лицо, я две недели лежал в больнице и думал о том, как прийти и, короче, сделать этот дабл ролл. В общем, я очень сильно на себя злюсь, мне не нравится, когда у меня травмы. Я прям такой, типа, блин, ты мог лучше, чувак, зачем ты упал, ты неподготовленный, будь аккуратнее, качайся больше, растягивайся сильнее, думай прежде, чем ты сделаешь. Ну, вот как-то так, это меня еще и мотивирует, каждая моя травма. Арсений Зорин спрашивает, кого считаешь самым креативным атлетом из Рашки? Я! Не знаю. Ребята сейчас реально на новый уровень поднимаются, то есть раньше было редкостью, чтобы кто-нибудь там что-нибудь свое придумал. Когда я начинал заниматься, ребята просто смотрели видосы, такие, вот это повторишь, а вот это... А потом мы начали уже что-то свое придумывать, потому что, ну, как-то видосов немного было в то время. Мы ходили там, один чувак дал диски, мне я там в ком вставляю, смотрю, о, Роско, давай мне еще один диск. То есть тогда интернет, это не было нормально, поэтому я не могу кого-то отметить определенного. Все ребята очень мощные. Ну, в общем, как-то так, друзья. Обязательно пишите в комментарии, если у вас существует свой личный топ из тех выпусков интервью, что выходили ранее. Если вам понравился данный сюжет, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Тем более, что уже на днях выйдет новое интервью с топовыми атлетами из Санкт-Петербурга. Прямо сейчас я уже монтажу данный выпуск и скоро обязательно вас им порадую. Ну, а с вами, как и всегда, был я, Скита. Вы смотрели ПК ФРТВ. До новых встреч.